КОВИД-19 И уже в конце января 2020 года Всемирная организация ВОЗ была признана вспышкой COVID-19 чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. А уже в марте того же года Генеральный директор Всемирной организации ВОЗ объявил о пандемии COVID-19. Наши пациенты относятся к особой когорте, которые относятся к группе риска тяжелого течения COVID-19. И среди наших пациентов наиболее тяжело может протекать эта инфекция у пациентов, получающих системную лекарственную терапию, у пациентов, которые получают лучевую терапию, пациенты, которые были подвергнуты трансплантации костного мозга или получали лечение с применением стволовых клеток периферической крови в течение последних шести месяцев. Некоторые типы опухоли кровиторной системы, а именно лейкозы, лимфопролиферативные заболевания, лимфома, эти пациенты в большей степени подвержены цитопении и относятся к когорте более тяжелого течения COVID-19 в случае развития у них этого заболевания. Пациенты, получающие длительную иммуносупрессивную терапию, это, конечно, глюкокортикостероиды, это моноклональные антитела. Ну и, естественно, пациенты, находящиеся в состоянии нейтропении или с дефицитом или низким уровнем иммуноглобулинов. Все это осложняется еще и тем, что у наших пациентов нежелательно и вообще фактически нельзя прерывать начатый курс терапии и каким-либо образом существенно изменять объем лечебных и диагностических манипуляций. Но, учитывая высокую опасность, которую представляет COVID-19 для онкологических пациентов, конечно же, существует возможность вынужденных отступлений от того объема лечебных и диагностических мероприятий в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой. Что мы можем организационно, прежде всего, предложить нашим больным? Это сокращение амбулаторных посещений. В том случае, если больные получают стационарное лечение, если есть возможность перевести их на амбулаторный этап. Если это амбулаторное, то, естественно, количество обращений в амбулаторию или клинико-диагностические подразделения по возможности сократить. Возможно, здесь развитие как раз курьерской службы по доставке лекарственных препаратов. Речь идет о пероральных формах цитостатиков для доставки их пациентам. Амбулаторное использование препаратов, то есть замена парентеральных на эквивалентные пероральные формы. Например, всем известный 5-фтурацил может быть легко заменен на капицитабин. Что касается хирургических вмешательств, то перенос на более поздние сроки плановых операций, особенно если речь идет о каком-то реконструктивно-пластическом этапе уже лечения, или если хирургическое вмешательство требуется обширное, и его можно заменить на какой-то период, на наодевантную терапию, то попытаться отложить данное хирургическое вмешательство. Но что касается наших больных, больных, которые получают интенсивные режимы химиотерапии, и нет возможности отсрочить эту терапию, нет возможности заменить на другое лечение, то в этом случае мы должны с вами максимально минимизировать риск развития фибрильной нейтропении, цитопении и инфекционных осложнений, связанных с цитопеническим состоянием у пациента. Для этого прежде всего мы должны рекомендовать использование гранулоцитарно-колонистимулирующего фактора. По возможности сократить сроки лечения. Это речь идет о тех пациентах, где есть вилка в количестве циклов. Например, одевантная терапия в количестве 4-6 циклов достаточно остановиться на 4 циклах терапии. Или же в тех вариантах, когда комбинированный режим может быть заменен на монотерапию, и принципиально исключив один препарат из схемы, мы можем оставить пациента на монотерапии, тоже можно воспользоваться данной опцией. Ну и естественно, надо помнить о том, что мы должны защищать наших пациентов, находящихся в стационаре. И если у пациента, готовящегося к госпитализации, есть положительный тест на COVID-19, либо подозрение на COVID-19, то, конечно, госпитализацию отсрочить до получения отрицательного результата. И теперь мы уже плотно переходим непосредственно к профилактике цитопении, профилактике фибрильной нитропении. Это первичная и вторичная. О первичной профилактике мы говорим в том случае, если используются высоко милоаблативные режимы химиотерапии, с риском развития фибрильной нитропении 20% и выше. Если это не столь мило токсичные режимы, то есть риск развития менее 20%, но это пациенты старшей возрастной группы или имеющие факторы риска развития фибрильной нитропении. О вторичной профилактике мы говорим в том случае, если у пациента было уже как минимум два эпизода отсрочки начала очередного цикла в силу развития глубокой цитопении, или было два как минимум эпизода редуцирования доз цитостатика в связи с гематологической токсичностью. Либо однократная та или другая ситуация по редукции дозы или же по отсрочке начала, но в том случае, если крайне нежелательно снижение доз препаратов, это речь идет о неодевантной терапии, коротком лечении, но интенсивном лечении, когда мы должны подготовить пациента для хирургов, для выполнения хирургического вмешательства, когда речь идет о радикальном хирургическом, химиолутевом лечении, и когда мы лечим опухоли, которые высоко чувствительны к лекарственному лечению. Ну и, естественно, наличие фибрильной нитропении на предыдущих циклах химиотерапии. Вот здесь представлены данные о больных раком молочной железы, причем практически все режимы, которые используются для лечения рака молочной железы, они относятся к категории высоко гематологически токсичной. Так вот, если не проводить профилактику колоннестимулирующими факторами, то развитие нитропении 3-4 степени наблюдается в 100%. Если проводить введение колоннестимулирующих факторов, то в 10 раз меньше частота развития нитропении 3-4 степени. Что касается фибрильной нитропении у этой когорты больных, то риск развития нитропении составляет порядка 6-7%. При применении же препаратов колоннестимулирующего ряда риск снижается менее 1%. И это позволяет, здесь речь идет о пролонгированных препаратах, это позволяет эффективно и безопасно снизить частоту нитропении 3-4 степени, фибрильных нитропении у пациенток с раком молочной железы. Что это такое колоннестимулирующий фактор? Это только сопроводительная и поддерживающая терапия? На самом деле нет. Это борьба за спокойствие и в какой-то степени за финансовые составляющие. Профилактика фибрильной нитропении, значит, не потребуется госпитализация, не потребуется назначение антибактериальной терапии и других сопутствующих препаратов. Это пассивное улучшение результатов лечения, поскольку это профилактика от инфекционных осложнений, тем самым летального исхода. Это поддержка дозовой интенсивности стандартов терапии. И это активное улучшение результатов лечения, поскольку мы соблюдаем плотность дозы, интенсивность дозы, и это позволяет нам достичь значимых эффектов. Здесь представлены режимы химиотерапии, обязательное применение колоннестимулирующих факторов. Вот видите, там, где риск фибрильной нитропении более 20%, это практически все платина содержащие режимы, антрациклин содержащие режимы. То есть это режимы, которые мы используем при лечении фактически любой злокачественной солидной опухоли. Ну и возможно использование в тех опциях, когда риск от 10 до 20%. Тоже посмотрите, это различные группы препаратов при самом различном количестве солидных новообразований. И на сегодняшний день колоннестимулирующие факторы рекомендованы к применению как отечественными, так и зарубежными экспертами онкологического сообщества. И посмотрите, фактически при любых режимах с риском развития более 20-40% все используют, ну а более 10% это при наличии факторов риска. Наши отечественные рекомендации Российского общества онкологов и Ассоциации онкологов России расширяют показания для профилактического применения колоннестимулирующего фактора. У пациентов с риском фибрильной нитропении более 10% теперь. И, конечно же, предпочтение следует в этой ситуации отдавать пигелированным формам препарата. И объясню, почему. На сегодняшний день колоннестимулирующие факторы являются уже неотъемлемой частью лечебного режима. И для того, чтобы провести пациентов через этот этап, через этап лекарственной терапии, мы, конечно, должны правильно подобрать всю сопутствующую терапию. И в первую очередь речь идет именно о поддержке гемопоэза. Влияние профилактики с использованием колоннестимулирующих факторов на выживаемость и смертность пациентов. Посмотрите, если раньше мы боялись широко использовать эту группу препаратов, опасаясь, что они будут точно так же стимулировать и опухолевые клетки, то на сегодняшний день исследования, проведенные, показали, что применение колоннестимулирующих факторов увеличивает выживаемость пациентов, поскольку, с одной стороны, это профилактика инфекционных осложнений, тем самым профилактика летального исхода от инфекций, а с другой стороны, это сохранение плотности дозы и более высокие показатели объективных ответов и более высокие показатели выживаемости. Ну и, естественно, снижает показатели смертности больных. И проведенные исследования, вот здесь представлен метаанализ 17 крупных рандомизированных исследований с участием практически 3,5 тысяч пациентов, различные злокачественные образования с применением колоннестимулирующих факторов короткого действия, пролонгированного, и мы видим, что применение этой группы препаратов снижает риск ранней смерти на 40 от инфекционных осложнений и смерти пациентов от злокачественного образования на 45%. Еще в 2017 году консенсус международных клинических рекомендаций по поддерживанию терапии провел оценку сравнения пролонгированной формы препарата пекфилгростима и 11-дневного режима приема короткого действия препарата. И было показано, что пекфилгростим, то есть пролонгированная форма, обладает абсолютно идентичным профилем эффективности и безопасности. Крайне важны сроки начала стимуляции костного мозгового кровотворения. после проведенного цикла химиотерапии. Несвоевременно начатая отсрочка более чем на 72 часа или преждевременно законченная стимуляция – это все равно риск фибрильной нитропинии. Поэтому в этом контексте, конечно, нужно отдавать предпочтение именно пролонгированным формам. Различные дальнейшие рандомизированные клинические исследования по оценке эффективности пролонгированных форм показали, что они с большей частотой снижают риск развития фибрильной нитропинии, снижают частоту фибрильной нитропинии опосредованных госпитализаций и приводят к более быстрому восстановлению абсолютного числа нитрофилов. Если посмотрите на вот эти диаграммы, то видно, что применение пролонгированных форм в большей степени обладает большей эффективностью в отношении профилактики фибрильных нитропинии по данным различных авторов. И основываясь, конечно, на удобство применения препаратов, на приверженность пациентов, на удобство для пациента, конечно же, мы должны делать акцент именно на пролонгированной форме препарата, которая предполагает однократную инъекцию, перекрывающую пациента на ближайшие две недели и защищающую от риска развития фибрильной нитропинии. Особенно это касается пожилых пациентов и ослабленных больных. Наши российские рекомендации в условиях COVID-19 расширяют показания для профилактики назначения колоннестимулирующего фактора. Для пациентов с риском развития фибрильной нитропинии при использовании цитостатиков риск составляет 10%. Мы уже должны использовать эти препараты. И, конечно же, отдаем предпочтение, еще раз говорю, пигелированным формам. Аналогичные данные мы можем увидеть в рекомендациях Ассоциации онколога России. На сегодняшний день рекомендации Минздрава Российской Федерации включают использование практически всех режимов для лечения рака молочной железы. Обязательное применение колоннестимулирующих факторов с акцентом именно на пролонгированные формы. Ну и клинические рекомендации Русска, они тоже нам говорят о том, что, конечно, обязательно использование колоннестимулирующего фактора и именно пролонгированные формы выходят на первый ряд. Если в целом резюмировать, как нам помочь нашим пациентам в условиях пандемии избежать всех осложнений, прежде всего речь идет о цитопении, связанных с этим фибрильной нейтропении, связанных с этим инфекционных осложнений, то, конечно, расширены показания для использования гранулоцитарных колоннестимулирующих факторов для режимов химиотерапии с риском развития фибрильной нейтропении более 10%. Это обеспечивает минимальную продолжительность пребывания пациента в стационаре, уменьшает количество амбулаторных посещений, уменьшается вероятность развития фибрильных нейтропении, способных увеличить число госпитализаций в круглосуточные стационары и применение, соответственно, антимикробной терапии в условиях пандемии COVID-19 и тем самым снижает частоту летальных исходов. И, конечно же, рекомендовано использование именно пролонгированных форм, принимая во внимание уникальность механизма действия этих препаратов. Достаточно большой обзор по оценке эффективности пролонгированных форм колоннестимулирующих факторов тоже нам говорит о том, что иностранные коллеги, что применение пролонгированных форм это эффективный и одобренный подход для снижения риска фибрильной нейтропении и сохранения дозовой интенсивности лечения. При назначении первичной профилактики требуется руководствоваться принципами это режим химиотерапии, который позволяет нам определить, есть риск фибрильной нейтропении или нет, индивидуально оценивать факторы риска у пациента. Ну и, конечно же, в условиях пандемии COVID-19 обращаю ваше внимание еще раз на рациональность использования именно пролонгированных форм препарата. Ну и надо помнить о том, что успешность лечения она всегда стоит в балансе эффективности, требует баланса эффективности и безопасности. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok